Он посвятил свою жизнь образованию и воспитанию молодого поколения. Ушел в жизни кандидат филологических наук, директор Института филологии КЧГУ им. Умара Алиева, Хасан Сулейманович Лепшоков. Он был грамотным руководителем и пользовался большим уважением среди преподавателей вуза и студенческой молодежи. О жизни компетентного и мудрого руководителя Института филологии Алихан Лепшоков. Вся его жизнь была связана с родным университетом. Хасан Лепшоков прошел длинный путь, прежде чем стать руководителем Института филологии КЧГУ. В 1980 году окончил Карачаево-Черкесский педагогический институт по специальности учитель русского языка и литературы. В 1991 году Хасан Сулейманович прошел обучение в аспирантуре в Пленинградском государственном педагогическом институте им. Александра Герцина в Санкт-Петербурге. В 2001 году защитил кандидатскую диссертацию в Нальчике и там же в КБГУ окончил докторантуру. Он сначала был заместителем декана филологического факультета, а после стал и директором Института филологии. Около 40 лет он связан профессионально с нашим университетом. Из них 15 лет руководил одним из самых больших подразделений нашего университета. Это филологический факультет, сегодня Институт филологии. И во всех должностях, которые занимал, ответственных должностях, Хасан Сулейманович всегда показывал высокий уровень профессионализма и профессиональной этики. Как преподавателя его студенты любили, обожали. За время руководства Хасана Сулеймановича Институт филологии стал одним из самых больших многофункциональных структурных подразделений университета. Энергичный и инициативный руководитель внес огромный вклад в открытие на базе Института новых направлений подготовки кадров. Хасан Лепшоков проводил множество российских и международных форумов и конференций. Строгий к своей работе и справедливый ко всем именно таким он запомнился коллегам по ВУЗу. И работал он при этом не откладывая в сторону или не оставляя учебно-методическую и научную работу. Он все так же работал и со студентами, читал лекции. И административная работа у него в принципе получалась, поскольку можно судить, что филологический факультет долгие годы находился в первых рядах, получал первые места. Каждому из преподавателей, студентов он умел найти подход. Ругал, говорят, ну что ж, администратора обязанность входит и пожирить иногда тех, которые заслуживают этого. Но он всегда шел навстречу студентам. Профессиональный потенциал нашего Хасана Сулейменовича, он тоже был очень высокий. Он очень четко реагировал на все изменения, которые происходили в сфере образования. Улавливал моменты, когда что-то нужно было поменять для более плодотворной, эффективной работы. Он всегда готов был оказывать нам помощь и поддерживал наши идеи. И нам будет его не хватать, отмечают студенты Института филологии. Нам будет очень сильно не хватать Хасана Сулейменовича. Я здесь учусь и работаю в Институте филологии. Каждый раз, подходя с какой-то проблемой к Хасану Сулейменовичу, он всегда искал решения. Он мог и по-отцовски поругать, но одно было то, что никогда никого не давало обиду. И любой студент был уверен в том, что смог найти в нем поддержку и помощь. Все мероприятия, которые проводил Хасан Сулейменович, проходили на высоте, потому что даже к самым незначительным моментам он подходил фундаментально. И делал так, чтобы все было достойно и на высоте. Искренность, неиссякаемый оптимизм директора Института филологии Хасана Лепшокова навсегда останутся в памяти благодарных студентов и коллег. Олег Лепшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск.